Когда мы говорим, братья, о Куране, всё, что связано с Кураном, всё баракатное. Вся благодать в Куране. Пророк Мухаммад, салаллаху алейху салам, сказал, Я рафа Аллаху би хадаль китаб, а лакуа мва, я дуал ахарин. С этой книгой Аллах, Субхану Аталах, возвышает народы, а кого-то унижает с этой книгой. Те, кто уверовали, последовали, Аллах их возвышает. Те, кто отвернулись, не взяли это Аллах Субхану Аталах, они унижены жизнью и в этой жизни живут. и в судный день будут униженными. Поэтому, аль-хамдул-Лля, когда мы такие вещи, мы с вами можем читать Кур'ан, слышать Кур'ан, аль-хамдул-Лля, мы внутри радуемся и говорим, что, аль-хамдул-Лля, то, что мы из тех людей, кто читает Кур'ан, кто любит слушать Кур'ан, кто следует Кур'ану, как сказал Субханава Та'ля, фабидзалека, фальяфрахун, хулахайру мимма яджма'ун, радуйтесь Кур'ану, это лучше, чем все, все, что может человек вместе собрать. Субханава, один раз пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сидел в мечети с сахабами и сказал, обратился к сахабам и сказал, кто еще сейчас из вас хочет пойти в Будхан? Будхан — это лади, долина рядом с мечетью пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И оттуда вернуться с верблюдицей Кума, взяв его халяльным образом, то есть не через грех, не своровать, альхамдуль-халяльным образом, чтобы она ему пришла. Тогда все сахабы сказали, все мы хотим это посланник Аллаха, то есть кто-то из нас, братья, не хочет получить маль, имущество халяльным путем, благое, все хотят. И все сахабы сказали, все мы хотим. Тогда сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, клянусь Аллахом, если кто-то из вас сидит в мечети и читает один аят из Кур'ана, это лучше, чем верблюдица Кума. Верблюдица Кума – это самая дорогая верблюдица, которая может быть. На сегодняшний день, если сравнивать, чтобы далеко не уходить разумом, самая дорогая машина, которая стоит сотни тысяч долларов, так стоила на Катю Кума, верблюдица Кума. Один аят, сидя в мечети, прочитать Кур'ана, лучше, чем одна верблюдица Кума. Два аята лучше, чем две верблюдицы. Три аята и так лучше. Субханаллах, братья, сколько из нас кто-то сидел в мечети, в доме Аллаха, Субханаллаху ате'али, читал один аят, два аята, одну суру, пол джуза, хатм делал. Валлах и в этот момент задается вопрос, радовались мы или нет. То, что тем самым ни один большой бизнесмен не может столько заработать, сколько ты можешь заработать на судный день. Субханаллах, Аллах Субханаллах говорит, радуйтесь Кур'аном. На твое чтение Кур'ана это поклонение. А радоваться чтением Кур'ана это отдельное поклонение. Поэтому, когда мы говорим о Кур'ане, все, что вокруг Кур'ана, баракатное. Аллах Субханаллах сказал, мы не спослали Кур'ан в ночь, в благодатную ночь. И нанзал нау филалят л-кадр, в ночь предопределения. Кур'ан не спослан в месяц Рамадан. И все, что связано с Кур'аном, все баракатное, все благодатное, раскрывает сердца, вселяет нур в сердца рабов Аллаха.